Мы подготовили программу, я ее представил и в Государственной Думе, и на съезде. За этот состав 570 человек голосовали тайно, впервые проголосовали за всех единогласно. Мы провели слушание по всем главным проблемам и предложили варианты и законодательные, и с точки зрения примера. Мы создали, отбили от бандитов эти лучшие предприятия, совхоз Ленин, Объединение Звениговское, Сумароковское, Богачевское. Мы туда возили всю страну, показать, как можно работать, как можно сегодня решать проблемы, платить большую зарплату, учить бесплатно детей, хорошо лечить граждан. Все, казалось, есть. Я приглашал президента, совбез, правительство. Все, да, да, да. Причем президент поручение дал правительству вместе с нами. Академик Кашин выступал с докладом, Павел Николаевич с сообщением. Мы показывали пять фильмов на эту тему, мы пригласили туда всех журналистов, там было 30 международных компаний. Недавно там отработали все посольства. Они видели, что это образцовое предприятие и уникальные руководители способны решать задачи. Вместо того, чтобы решать дальше проблемы, ведь это не первый раз. Мы в прошлый раз внесли в список, стали ковыряться по всем. Мы второй раз, они отказали. Жарес Алферов, гениальный человек, ушел из жизни. Все собрались, единогласно приняли решение. Павел Николаевич, достойная кандидатура, рекомендуем в Думу. ЦИК взял и своим, никому не писанным законом, не пустил его в Государственную Думу. Ну теперь договорились, вроде бы представили всю программу, вы показывали, с какой мы идем на эти выборы. Вот видите, просто бессовестная, такая мелкая, грязная расправа и циничные мести. За хорошую работу, за честную позицию. Я понимаю, они нас боятся, потому что после дефолта мы, наша команда у главы с Примакова, Маслякова, Яращенко, вытащила страну и от края пропасти оттащила. Сегодня предлагаем нормальное решение вопросов и сидят два часа. Пригласили, это не юрист. Полихата это патентованный рейдер, которого в Москве знают все. Я представил материалы прокуратуры, говорят, да мы и все его знаем, за ним гонялись, он в Лондоне, по-моему, скрывался. Сейчас опять ее наняли, он пришел вместе с бывшей супругой и решили захапать это хозяйство. Там за сотку 50 тысяч баксов будут платить. Вот смысл всей этой операции. У нас еще и впереди Верховный суд, Первая инстанция, Вторая инстанция и Европейский суд. В связи с расправой над сыном Левченко, адвокаты, которым мы поручили, обратились официально в Европейский суд. Это требование зарегистрировано. Мы будем бороться и дальше. Но у нас есть и другие рычаги. Мы с этим произволом не согласны. Мы проведем общероссийскую акцию. Сейчас на штабе протестных действий, когда входит почти сотня организаций. Официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить свои отношения везде. Мы активно поработаем во всех регионах. Мы сформируем правительство народного доверия, национальных интересов. И там особое место будут тех, кто умеет работать и кто в состоянии вытаскивать страну. Показываю пример великолепной организации труда и достойного поведения. Павел Николаевич, пожалуйста, не схлоп. Держался мужественно и честно. Прежде всего, видите, что КПРФ, наша команда идет по принципу один за всех и все за одного. Что касается сегодняшнего мероприятия, то можно сказать только одно. Вы видели, что это все срежиссировано. У представителей так называемых оппонентов документы введены в компьютер. И все показывается. А мы даже не знали о том, что будут выступать какие-то оппоненты. Но дело не в этом. Дело в том, что видно действительно, Геннадий Ильич прав, что мы очень сильно напугали власть. Рейтинг КПРФ, рейтинг таких людей, как Сумароков, Казанков, ну и все остальные. Рейтинг лидеров КПРФ, которые входят в список, он настолько высок, что Единая Россия, партия власти, сделала все для того, чтобы убрать знаковых людей из списка или не дать возможности выступать. Я могу сказать вам огромное спасибо. Геннадий Ильич сказал мне сказать вам слова благодарности. Есть такое выражение, по-моему, одного из англоязычных политиков. Любая информация для политика очень хороша, кроме некролога. Вы столько вчера дали информации негативной, что люди опять вспомнили о том, что есть альтернатива этой партии. Есть совхоз имени Ленина, который действительно показывает своими трудами, своими успехами то, как нужно развиваться. Есть Геннадий Андреевич Зюганов, который, а вот этот сегодня представитель полихаты и рейдеров от Единой России, он сегодня заявил, вчера заявил следующее, кстати, по-моему, вот здесь вот, Соловов, Соловлав, он там говорил, о том, что Грудинин это спонсор, олигарх. Кстати, вы должны знать, что олигарх это человек, который обладает связями с властью и одновременно большими деньгами. Ну, они уже убедились, что небольшими деньгами я не обладаю, ни тем более связями с властью. Но вот этот олигарх финансирует покупку самолетов, Геннадий Андреевич, вы, оказывается, на Максе самолет выбирали. Да, а я должен был проплатить это все. И поэтому грош цена вот этим разговором. Сразу могу вам сказать, что дело не в личных отношениях между там какой-то бывшей женой и каким-то кандидатом президента, дело в другом. Дело в том, что мы действительно правильно выступаем за отмену пенсионной реформы, за возможность каждому жить достойно, за то, чтобы дети не платили деньги нигде, тем более вообще все не платили за здравоохранение, за образование. И мы действительно правильно себя ведем. А вот это сильно напугало власть. Поэтому я вас всех приглашаю в совхоз имени Ленина. Мы вам покажем, как на самом деле живут простые люди. Как живет этот вот так называемый, в скобках, олигарх. Что мы добились за этим много лет. И почему так сильно нервничают рейдеры от Единой России, Полихата и все остальные. Да, действительно, помощь Геннадия Андреевича, помощь КПРФ не дает им возможности захватить, как они говорят, золотые земли совхоза. И мы никогда не отступим от своего. И будем добиваться справедливости во всех судах, Геннадий Андреевич. Тем более, что Российская Федерация подтвердила. Оно признает ЕСПЧ. Мы, то есть Российская Федерация, сама подала иск в ЕСПЧ против Украины. Поэтому, если мы выиграем в ЕСПЧ, значит мы на правильном пути. Спасибо вам большое. Так, Дмитрий Георгиевич, он у нас будет сегодня и завтра организовывать информационно-пропагандистскую работу. Уважаемые коллеги, я думаю, что все, кто будет иметь отношение к этой избирательной кампании, а вы будете ее освещать, могут называть друг друга коллегами. И у нас должны установиться те отношения, которые позволят писать это слово с большой буквы. Когда происходило сегодняшнее действо, в полной мере его нельзя называть заседанием, у меня возникло желание, если будет хотя бы пара часов свободного времени, написать небольшую статью под названием «Оптимизм вопреки». В Геннадии Андреевича есть фраза, которую все члены нашей партии хорошо знают. Мы партия исторических оптимистов. Вот то, что происходило сегодня, означает, что у нашего дела большие серьезные перспективы, потому что нормально конкурировать с нами не могут. С нами борются ненормальной информационной политикой, с нами борются, не допуская до выборов самых ярких представителей Компартии Российской Федерации. Хотя казалось бы, ну вы же за дискуссию, ну так дайте нам подискутировать. Давайте сделаем нормальные дебаты. Давайте допустим всех до этих выборов, у кого есть имя, авторитет, опыт. У кого есть та самая за спинами территория оптимизма, которую вопреки неблагоприятным условиям люди создавали и создали. И создали. Посмотрите, съездите в выходные на эти очереди, которые стоят в парковой зоне в совхозе имени Ленина, потому что туда не только приятно прийти, но это можно сделать бесплатно, между прочим, вопреки от некоторых других детских центров и территорий. Поэтому, когда честных аргументов и честных механизмов для борьбы с коммунистической партией не хватает, это означает, что дело наше право и победа будет за нами. Мы задействуем все свои рычаги, средства массовой информации партийной федерального уровня, средства массовой партийной, СМИ партийной регионального уровня, для того, чтобы о безобразиях, происходивших сегодня, было известно всем, для того, чтобы аргументы, прозвучавшие из уст Геннадия Андреевича, Павла Николаевича и других наших товарищей, тоже были известны максимально широко. Я уверен, в результате этой спецоперации, осуществленной против КПРФ, добавим число тех людей, проголосующих за нас в сентябре, может быть, не являющимися коммунистами, но теми, кто хотел бы жить в действительно демократичной стране. В стране без репрессий, без давления, в стране, где не затыкают слово, и крупнейшие политические силы дают возможность нормально в соответствии с законом действовать. А к одному из членов избирательной комиссии, проголосовавших сегодня против регистрации списка КПРФ в целом, я обращаюсь с предложением. Или публично объявите о своих аргументах, или, если таких аргументов нет, выйдите из состава ЦИК, вы не имеете права находиться в составе комиссии. Платушка Николая Николаевича тоже пострадала в преследовании совершенно незаконно, причем я был потрясен, когда прокуратура стала просить 6 лет тюремного заключения. Еще Екатерина II в свое время сказала, слова в вину не вменяются, только действия. Николай Николаевич оценил жестко некоторые проделки власти, был абсолютно прав. Я хотел попросить его сказать несколько слов, мы идем широким объединением на выборы. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Ну что, благодаря сегодняшнему заседанию ЦИК я оказался в хорошей компании. То есть, да, мне ни за что дали 5 лет условно. Почему? Потому что они боялись моего участия в выборах. Сегодня они отстранили от выборов номер 3 в едином списке левопатриотических сил Грудинина Павла Николаевича. Ему просто не могут простить его гражданское мужество, когда он в 2018 году, видите ли, осмелился баллотироваться от оппозиции. А он был единственный оппозиционный кандидат. Чего уж там, на пост президента Российской Федерации. Спасибо огромное, Центральная избирательная комиссия. Они сегодня добавили левопатриотическому блоку 5% голосов, как минимум. И мы с Павлом Николаевичем, отстранены от участия в выборах, утроим наши усилия. Мы сделаем все. Победа будет за нами. Спасибо огромное. Не дождутся. Насчет самолета справку. Да, я был на этом авиационном салоне. Их было 15 практически во всех участиях. Начиная с молодых лет, я активно помогал авиаторам. Был на всех 15 заводах в СССР. Мы производили полторы тысячи летательных аппаратов. И каждый третий пассажир в мире летал на илых и тушках. Мы были в этом плане впереди планеты всей. Как-то, проверяя Красноярский край, зашел к первому. Говорю, завтра надо провести встречу. Он говорит, все будут здесь утром. Я говорю, как? От Таймыра до Хакасии 4000 километров. Он говорит, у меня над краем летает 700 самолетов и почти 80 аэродромов. Сейчас, по-моему, три осталось. Мы провели целый ряд слушаний и поддержали все виды авиации. МС-21, который в Иркутске, вместе с Левченко курировали. Этот самолет становится на крыло и будет составлять конкуренцию и Аэробасам, и Боингам. Я не только его смотрел, а все делаю, чтобы он обслуживал всех наших граждан. Мы два слушания провели, чтобы малая авиация появилась в стране. Сейчас делает Байкальчик хороший самолетик на 10 мест, но на него я еще не заработал, он пока дорогой. Что касается истребителя нового, думаю, он минимум 50 миллионов долларов будет стоить. Он не нужен партии, мы мирные партии, но стране для защиты, для поддержки он очень нужен. Что касается наших тяжелых бомбардировщиков, в свое время в Казани делали в год 50 штук Ту-160, Ил-62. Это был лучший завод, сейчас, слава богу, там есть заказы. И наш кандидат в губернаторы русской в Ульяновской области сейчас активно курирует над великолепным заводом, куда из Ташкента мы перевели производство Ил-76. Это лучшие машины в мире. Ну и мы помогли спасти авиационный завод в Воронеже. На Ил-96 летает президент. Классные машины. К слову сказать, Ил-86 летал в 30 лет. Единственная в мире машина, которая больше в физеляжной не убила ни одного пассажира. 30 лет без аварийной посадки с пассажирами. Это лучшие машины в мире. Поэтому я им помогал и помогаю. Были встречи со всеми главными конструкторами, директорами. Никакой покупки ни на партию, ни лично. Там речь не могла идти. Пополне понятным вам соображением. Вас благодарим и просим. Обращаюсь. Россия-1 здесь? Да. Россия-1. Привет. Я обращаюсь к вам официально. Передайте Добродееву. Он один из опытных, талантливых руководителей. Пусть уйдут от того Мочилова, который организует некое кабинет в администрации, против нашей партии и наших кандидатов. Это дискредитирует ваши информационные возможности. Это ненормально. Когда еще ничего не состоялось, никто не расследовал. Сюжеты по 10 минут. От первого канала до НТВ. Я уж не говорю о РНТВ. Не увлекайтесь этим. Рано или поздно мы все пожелаем жить в мирной, демократичной стране. Моя личная точка зрения, что эти сентябрьские выборы последняя возможность мирно исправить ситуацию бюллетеней. А как происходит на самом деле, перед вами стоит человек, который был во всех горячих точках. Я знаю, как он начинается и чем заканчивается. Давайте сделаем все, чтобы страна мирно достойно вышла системного кризиса. Два системных кризиса в прошлом веке закончились мировыми войнами. Из первого вытащил Великий Октябрь, а второго – наша Великая Победа. Это для истории. Продолжение следует...